Против него Пётр Степанов. Тренируется и Николай Иванов. Он представляет Дальневосточный Федеральный округ. Здесь уже борцы-хабсагаисты друг друга очень хорошо знают. И первый балл получает Пётр Степанов. Чемпион из публики АТМИ Васильевна 14-го года. Упорная борьба идет. Пока конкретно активного спортсмена пока не определено. Но ждут в ожидательном характере ребята борются тактики у них борьбы. Но они, проходя отбор в этом году, участвовали в многих наших республиканских турнирах. Да, и там сильнее был Евгений Татаринов. Но сегодня, на сегодняшний час, пока ведет Пётр Степанов. 1-1 уже. Когда обоюдная борьба без действий. 2-й судейская бригада обычно не дает предупреждение второму борцу. Ну, замечание дают тому, который... Вот очень резко... О, вырвал, вырвал захват. Хитро хотел... Пяткой хотел подбить Евгений Татаринов. Но Пётр Степанов к этим действиям был готов. Осталось 46 секунд. Финальная часть этой схватки здесь... Ну, у обоих по одному замечанию, по одному баллу имеют его спортсмены. Но пока действительно никак не могут определить более-менее активно. Но, мне кажется, сейчас уже Степанов вроде бы атакует, но... Да, апеллировать тоже не стоит. Давайте будем... Мы не судьи. Судьи есть там. Они работают. Они определят. Есть и руководитель. Есть и арбитр на ковре. 13 секунд осталось. Совсем мало. 10-9 секунд. А теперь уже, по-моему, Татаринов уже... Татаринов нагнетает, да, соперника? Вот уже время. И 1-1. Но кто тут? Ну, минимальным перевесом... Да, все-таки эта победа победил... Петр Степанов. Петр Степанов. Чалай Кужигет и... Ну, Кужигет и представитель Казахстана. Киргизии. Киргизии. Казахстана Арген Загалбеков. Арген красивую победу одержал в предыдущем круге. Первую победу оба победителя. Они находятся в верхней части турнира на таблице. Ну, это группа победителей. Второй круг начали. Группа победителей. Это уже вторая встреча. Вообще победители остались. Песовой катюр 55 кг. Пока 5. Но уже один проиграл. Это проиграл Татаринов. Он будет бороться в нижней группе среди проигравщиков. Ну, теперь вторая встреча. Северский федеральный округ Кужигет и представитель Киргизии. Загалбек Апартен. Ну, борьба равная, да? Ну, вроде бы равная. Так, если посмотреть. Судьи очень внимательно следят, смотрят. И сейчас определили, что борец с синей петерикой, это представитель Киргизии, Киргизии более-менее неактивен. Ну, сейчас рабочий... Оп! По-моему, по-моему, что-то было. Нет? Да, по-моему, коснулся, коснулся руками. Чистая победа человека Кужигет. А это Кужигет... Вот видите, как бывает. Вроде бы незаметно было, но все-таки судьи определили, вовремя посмотрели, фиксировали. И вот сейчас записи посмотрим, как будет. Вот, вот он, видите как. Очень хорошее, эффективное техническое действие. Когда спортсмен нагнетал, уже вот масса тела была впереди, и он просто выдернул его вниз, да? Конечно, это и есть хапсагай. Да, суть красоты. Вот тут-то... Момент, поймал момент. Уловить, быть более внимательным, ловким, быстрым. Вот реакция, мышление, как бы, вот оно. Да, красиво. Да, вроде бы со стороны, если так посмотреть, вроде бы атаковал очень сильно, борис с сильным триконом, но он оказался проигравший в положении. Группа Б, первая пара, борис с туркмени, как олавду, лев Мурат, и... Алексеев. Николай. Николай Алексеев. Якутия два. Якутия два. Да, сейчас группа проигравших... Без шанс только за третье место, да, бороться? Да, но если будут выигрывать все встречи, ну, тут, наверное, сложно будет. Сейчас борис с туркмени, представитель республики Саха-2, определяют победителя. Коколия и Алексеев. Коколия, представитель туркмении. Он в красной одежде, с красного угла выступает. Сейчас посмотрим, как у них будет складываться эта встреча. Ну, после первых проигрышей, ребята, чуть-чуть... О, не коснулся. Тут мог бы, мог бы, но пока вроде... Ну, обоюдно, вот, обоюдно атакует. Николай Алексеев чуть крупнее смотрится, чем свой соперник. Но... Гавалит Мурат инициативу не отдаёт. Почти минуту отборолись. От защиты... Да, от прохода спокойно. Выносом ноги, сбросом ноги. Но это обманное движение делает Николай Алексеев. Все это позиции. Можно ещё развивать атаку, да? Все сразу не получается. Вот они... Вот... Такие... Ну, атаки делают... Ложные. Ложные. Одну, две только. Вот. Повольше выдвигать. В контакте пойти, что ли. Ну, пока... Да, в полуатаке он сам коснулся коленями и вот проиграл. Атаку-то начал он сам. Ну, и сейчас Николай Алексеев будет бороться дальше. Вот, сейчас посмотрим. Он защищается тазом и сваливает своего соперника к ковру и заставляет до Мурата Коколаева. Да, он после двух поражений борец в Туркмении сейчас будет наблюдать и набираться опыта как зритель. Ну, а теперь представители Казахстана и Монголии вышли. Даниэр Шамшаев. Шамшаев. И... Тенгиз Дархан-Бояр. 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 Вот он. О, все уже. Ну, по-моему, Дархан-Бояр победил за очень короткое время, ну, буквально 3-4 секунды, наверное. Победу... Уверенная победа Тенгиза Дархан-Бояра. У нас следующая веселая категория 70 килограмм. И второй круг победителей будет выяснять отношения между собой. Ну, второй круг. Среди победителей остались 6 человек. И они будут сейчас между собой оспаривать. Кто будет бороться с следующим кругом среди победителей. Ну, это уже просмотрим. Через некоторое время выйдут спортсмены весовой категории 70 килограмм. А сейчас вот на... 55 килограмм. Повтор очень красивый. Монгольский борец чувствует. И... Защищался от пассивщики. И сбоку атака. И чистая победа буквально за 7 секунд. На КВР выходит Уральский федеральный округ. Представляет Борис Татарии. Загудделин Рамзис. И вот он кандидат мастера спорта. Чемпион России. По хурешу в национальной борьбе. И его тренирует мастер спорта Советского Союза. Хайрулин Равель. Он по жребию первый проб победил. Свободным был. И сейчас... Атака! И чё? Ну, тут победу поддержал Руслан Максимов. Да, наш Максимов. Уверенная победа. Конечно, атаковал спортсмены из Татарстана. Ну, он сейчас на повторе посмотрим. Вот, ну, Татарстане очень хорошо развито своя национальная борьба. Ну, он хотел бросить, вот, через себя. Но он сам оказался первым на лопатке. Это в ковольной борьбе уже чистая победа. Ну, и Хапсага, чистая победа. Да, вывернул за запястье. Рамзис открылся и проход. Вот, и вторая пара у нас. Ющенко Азамат, сборная команда. Синий. И... Гадам Каджакаев, Туркмитстан. И всё, да. 8 секунд. Избил Ющенко. Здесь не ожидал такого события. Просто выдернул и сбил его. Запутался, наверное, в видах борьбы. Он занимается борьбой. Больной борьбой. Из Юда. Тут он. А наша борьба, Хапсага, и правила суровые. Колени, там, руки. Коснуться третьей точкой. Это проверь. Но это все знают, понимают. Но на практике очень сложно получается. Ну, я думаю, до следующих игр 4 года. И обязательно наш бит. Обязательно наш бит борьбы. Хапсага будет и в программе. Улан-Батре. Где пройдут седьмые игры. Дети Азии. И следующая пара победителей. Это Николай Талаев, республика Сахаеку. Талаев у нас представляет Дальневосточный федеральный округ и Сибирский федеральный округ Буэнто Бандзараксаев. Ну, Буэнто Бандзараксаев очень хорошо боролся, начал первый круг, очень хорошо, красиво выиграл. Но он является неоднократным победителем первой республики Бурятии. Он представляет Бурятскую республику. Да, проход новый. Сибирский федеральный округ, конечно, это сборная команды. И вот сейчас проход... И выдергивает, да, уже... И вот... Классная победа. Да, да. Классическая победа Хапсагаиста в северном федеральном федеральном округе. Сибирского федерального округа. Сибирского федерального округа. Представитель Бурятии. Да, он уже соперник, да, нашим спортсменам. И у нас группа Б готовится. Вот видите, захват с коленного сустава. За правую ногу. Отключает, да. И вот за пятки перехват. И вот тут уже... Да, вот здесь уже никто не мог... Переподнял, ну, скажем, выше головы. И тут уже очень сложно стоять на ногах. Практически он на воздухе, да. Ну, здесь можно сказать, что сальто можно, да, задний? Как Болтукаев. Ну, это... Как сеченские борцы. Да, это сложно. Сложно. Борьбеков с Сагай очень сложно это делать. Борьбек Луазим выходит. Оба борца первые в круге проиграли в своей схватке, в поединке. И сейчас у них есть право бороться за третье место. И проигравший уже выбил. Эй, обоюдный захват. И монгольский спортсмен побеждает. Он оказался проворнее, чем киргизский борис. Да, здесь выходит Аль-Мохаммед Абдул-Рахман в Сирии. И Инди... Муллах усеян целим в Сап. Видите, вот обоюдный захват. Очень тесный обоюдный захват. И засыпом снаружи одерживает победу монгольский борец. И засыпляет правой ногой избивание. Очень красиво. Ну, он близок к вольной борьбе, спортсмен. Поэтому эти положения очень хорошо чувствует. Вот первая атака. Первая атака. И вот вторая, да, второй фазе уже перешел на другой прием. Это называется у нас, ну, сложные технические действия спортсмены, связанные с тактической подготовкой перехода с первого приема на второй и на третий. И вот последняя фаза победа. Это уже мастерство показывает спортсмена монгольского. Это выше, чем первый разряд. Да, и наши гости. Перед вами Рахман Абдул в Сирии и Селимсаб Хусейн Мулла, Индия. Заминка. Все, технические аппараты все готовы. И пошла борьба Харсагай. Идет борьба. Верхний захват. И мы помним, что Борис Сирии в очень упорной борьбе 1-1 проиграл нашему борцу. И атака. Хотел бы вернуть, но нету. Тастыр показывает, что касаний не было. Да, здесь выигрышный бал. Спортсмены в Сирии определили пассивность. Два наших гостя, Сирия и Индия. Вы видели в первых встречах, как эти ребята боролись. Боли они. Но первая встреча, сирийский спортсмен очень состоятельную борьбу показал. Хотя проиграть-то проиграл, но все равно очень близко. Близко он к нашей борьбе Харсагай неплохо чувствует. Вот рабочую зону и так далее. Очень хорошо защищался. По замечаниям он проиграл первый круг. Но сейчас посмотрим. Но и индийский спортсмен тоже. Вот проход ноги. Хотел пройти борьбу с красным трюком из Сирии. Но вовремя защитился. Ребята чувствуют, что они упорно занимаются больной борьбой. Поэтому больная борьба тоже близка. Главное, чтобы не коснуться проходов ноги и тому подобным. Другим приемом, чтобы коснуться не коленями и руками. Основное вот так вот. Для начала вот это запомнить. Тогда и получится вот пока не равное, если так посмотреть. Правда, индийский спортсмен имеет балл. И как дальше сложится будет у нас время, не видно, если вот так посмотреть. 54 секунды. А так, а вот по-моему... Надеящее техническое. Да, ну тут надо определить, кто первым в космос. Ну вот, дорогие друзья, сейчас на крупном плане показывают наших руководителей республики. Это Юрий Степанович Куприянов. Сегодня он баллотируется от Единой России, Государственной Думы, Российской Федерации. И рядом с ним олимпийский чемпион, депутат Государственного Соверания Ильтумен, Павел Павлович Пенигина показал. Ну сейчас победа единогласно дали спортсмены из Индии. Давайте, дорогие друзья, еще раз посмотрим при Папторе. Да, при Папторе. Вот атака. Вот он коснулся первым, коснулся правым. Сам, да, да, защищался серийский, допускает оплошность. Вот, конечно, огорчение, огорчение, огорчен. Ну, что поделаешь, у нас борьба Хапсагай, вот в том-то и дело, оно одно название Хапсагай. И у нас уже... Это означает, что ловкий, смелый, быстрый. Вот и реакция должна быть. Не надо было коснуться руками. Дело другое вот, да? Да. И у нас на ковре ботбол Туглудур в Монголе. И Ян Десковский. Это третий круг. Здесь система чуть другая, до двух поражений. Атаку проводит... Очень красивая атака. Прокурт ноги спортсмена. Первая команда Сахаякутия. И, естественно, это и есть чистая победа наших Хапсагаистов. Конечно, мы поздравляем. Рады, что он выиграл. Но давайте будем не спешить. Еще есть несколько встреч, чтобы быть золотым медалистом. Для этого есть время. Да. Вот он. Вот он прошел ноги. Чуть-чуть переподнял. И бросок. Чистый бросок. За 18 секунд. Ян Десковский. Выпадает. Мы гоняем. Поднимает очень уверенно. Да. Приподнял и очень. Сейчас на ковер вызывается Василий Сапронов. Сборная команда Якутии. Вторая команда. И Арцен Кириллины. Дальневосточный и федеральный округ. Ну, для развития национального вида спорта. Вот вы все понимаете, дорогие гости, уважаемые участники. Все вы понимаете, что нашей республике и региона Российской Федерации, республика Саха-Якутия, очень многому вниманию уделяется со стороны руководящих органов. Это глава республики Европа, начальник Борисов, министр спорта Михаил Дмитриевич Гуляев, руководитель администрации президента и главы республики, лице Юрия Степановича Куприянова и лице наших народных депутатов Государственного собрания Юльтумен очень-очень много внимания уделяется. И конкретно эти все пожелания, все постановления, все указания практически выполняются. И вот, пример тому, недавняя подготовка вот к этим играм. Наши спортсмены-апсогоисты ездили в нескольких учебно-тренировских сборах не только в республиках, в областях нашей необъятной России, но и за пределами Российской Федерации, то есть в международных турнирах. И участвовали в нескольких республиках, в странах, в международных турнирах. И вот подготовка, вот действительно очень плосборная, систематическая вот такая помощь и в материальном плане, и все вот, действительно, эти расходы, проезд там и так далее, все за счет республики. Да, сейчас у нас оба капсогоиста друг друга очень хорошо знают и действия. По действиям активному, вот вынос за ковер был и ведет Арсен Кириллин. 2-0 уже. Да, минимальный счет, минимальный счет, дорогие друзья, но это ничего не говорит. Сейчас атака в спортсменах красным. 3-2. И вот проход, ну, но! А вот сейчас давайте, дорогие друзья, определят, определят судьи. Да, здесь Арсен Кириллин, да, сейчас мы повторяем этот почву. Еще раз посмотрим, Арсен Кириллин руку поднимает, единогласным решением судей победа присуждается Арсен Кириллин. И он очень красиво контратаковал. Вот атака спортсмена красным. И вот... Василий Сафронов, да. Да, Василий атакует. Вроде бы напоится. Да, 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 уверенно атакует, но тут последний момент. Дорогие друзья, посмотрите записи. Вот сейчас ослаждает. Нет, ой, вот руками, вот правой рукой захватывает за ноги, и вот бедром, тазом, что. И вот бросок. Да. Здесь у вас борца Хабсароиста вне рабочей зоны ковра. Да. Да, современная техника. А нет, все-таки, все-таки на записи очень видно, что руками, руками коснутся спортсмен с синим трехом. Ну, сейчас просмотрит еще раз. Вот челлендж бросают, челлендж бросают. Ну, давайте, дорогие друзья. Да, Михаил Иванов бросает. Да. И после просмотра победа отдается Василию Сафронову. Сборная команда Республики Саха-Якутия вторая представляет Василий. Да, и справедливость, о которой мы говорили. Восторжевала, да, восторжевала. И, конечно, вот современная техника в виде записи, все в этом плане вы посмотрели. 55 килограмм. У нас группа победителей три спортсмена. И здесь встречается борис с Арменией. Межлум Межлумян. И даже не успел приставить. И победу одерживает борис нашей Республики. Татаринов. Евгений Татаринов. Член сборной первой нашей команды. За молниеносная победа, да? Вот. Контроль за перехват рук. И, да, спокойно сбивает его. Просто заставляет коснуться ковра. Это чистая победа. Здесь отдыхал соперник, будущий соперник нашего борца по финалу. Бой сибирский, представляющий сибирский федеральный округ. Чалайку же геет борис с Тувы, да? Они уже как вышли в финал. Ну, нет, не в финал, но просто... Это финал будет борьба за первое место. Сейчас группа Б. Очень интересная встреча будет представители нашей Республики и сибирского федерального округа. А сейчас группа Б. Да, скажем, с Тувы, да? Да, да, да. А сейчас группа Б. Да, здесь борцы... Проигравшие первый круг, они будут... Ну, убивают, а, увы, победители, будет бороться за третье место. Николай Алексеев, сборная команда Якутия, проходит в ногу. В опасном положении находится монгольский борец. И... Да, вот победа монгольского спортсмена. Денгиз Дархан Бояр, да? От защиты... Ну, защиту, контроль был. И равновесие не потерял в атаке. И... Обороной, да? Да, да. Уверенно, уверенно, контр-пере, контр-борьбе. Очень хорошо защитился. И контр-бросок прием сделал... Пять секунд, все. Проход ногу. Дархан Бояр. И вот сейчас посмотрим. Вот он захватывает левой рукой. Подпрыгивает даже глубже. Да, 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 да. Зависает соперник. И вот он подбивает. Сейчас посмотрим, дорогие друзья. Вот у нас чуть-чуть на медленный план. И вот... Да, он... Видишь, как он захаживает за него. Да, да, да. И вот как юла. И контр-атака. Ну, вот уже с пятого... С пятого паптура, как говорится, уже проводит технические действия. И это победа. Это ему приносит чистую победу. Продолжение следует...